Уже 21 апреля президент РФ выступит с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Точно известно, всё полностью будет в очном режиме. Предстоящие темы традиционно не анонсируются. Что ждать от данного месседжа, сложно сказать. Например, в прошлогоднем послании Путин заговорил о поправках Конституции, которые вскоре успешно приняли. Сейчас же главная тема обсуждения в Кремле – Украина и эскалация на границе с ней. Начало боевых действий – это начало конца Украины. Это самострел выстрел в ногу и в висок. Эта авантюра Кремля с открытым полномасштабным вторжением в Украину может стать таким же самострелом и для Москвы. Как заметил замадминистрации Путина Дмитрий Козак, выстрелом не в ногу, а в висок. Гражданская оборона постарается объяснить, как попытки уничтожить другую страну могут способствовать развалу самой России. Тот, кто говорит «Россия для русских» – это либо непорядочные люди, которые не понимают, что говорят, и тогда они просто придурки, либо провокаторы. Прошло 13 лет. Риторика сменилась на противоположную. Россия для русских и всякий живущий здесь должен с уважением относиться к русскому народу. Теперь о том, что Россия для русских, говорят не придурки и провокаторы, а официальный Кремль. Они даже оформили это законодательно. Вспомним еще одну поправку о том, что русские – государство, образующий народ. Русские несут некую особую роль в процессе создания… Сплотила на веки Великая Русь, помните? Да, создание и развитие Российской Федерации. Куда же делась толерантность, равноправие этносов и многонациональность? А нет ее больше. Да, пожалуй, никогда и не было. Просто раньше доминантность русского населения над другими народами эров была безапелляционной и не несла никакой угрозы. Сейчас ситуация стремительно меняется. За годы правления Владимира Путина 12 субъектов Российской Федерации потеряли от 15 до 30% своего населения. Рекордная область населения. Такого у нас в стране не было с 2005 года. Но даже если сравнить 2020 год с 2019, то разница в потерях будет 14 раз. Россия очень быстро теряет население. По подсчетам ученых, к 2050 году в РФ будет не более 120 миллионов человек. И здесь есть одно очень большое «но». Рождаемость русского населения одна из низких по отношению к другим народам России. Завалили Казань деньгами, Северный Кавказ деньгами, а потом удивляйтесь, что в русских областях меньше рожают. Именно. Исчезает русское население, в то время как республики Кавказа, Татарстан или Якутия имеют положительную динамику. И именно поэтому власть всячески пытается возвести русских в ранг старшего брата. 21 век, а вы себя старшим братом хотите назвать? Преамбульной Конституции? Молодцы! Но это еще цветочки. Ягодки ведут куда более серьезным последствиям. Вследствие низкой рождаемости территориальная целостность России, как самого большого по площади государства, вызывает сомнения. И связано это не только с тем, что обширные территории заселят китайцы или японцы. Накануне четыре российских острова Южно-Куринской гряды появились на карте, которую разместил на своем официальном сайте Олимпийский комитет Японии. А и вследствие внутрироссийских сепаратистских настроений нацменьшинств. Они имели место после развала СССР. Они активизировались и сегодня. Насчет развалится посмотрим, потому что это не только не исключено, а высоко вероятно. Пожалуй, наиболее горячая сепаратистская точка на карте современной РФ – Чечня. Для чеченцев территория Чечни не является Россией. И даже в обычном разговоре они говорят, уезжайте к себе в Россию, или вы можете делать у себя что-то там в России. Она первая провозгласила свою независимость еще до развала Савка и являлась одной из двух автономных республик, которые отказались подписывать федеративный договор с Россией. Я искренне поздравляю вас и себя первыми часами и первым днем гражданства суверенного государства. Правом на свою независимость чеченцы называют то, что они не присоединялись к России, а были оккупированы ею после 50-летней Кавказской войны. И за свое исконное право они заплатили очень высокую цену. Две чеченские войны унесли более 250 тысяч жизней с обеих сторон. Принесли разруху, ненависть и боль чеченцев. За все это Кремлю пришлось платить из госбюджета. Нынче Чечня является самым дотационным регионом РФ. На данный момент Чечня находится полностью в тоталитарной власти кланы Кадыровых. И всякое инакомыслие подавляется очень жестко. Но не сомневайтесь, как только появится малейшая возможность или финансовый поток из Москвы не устроит наместника, Чечня с легкостью первый встанет в очередь на выход из состава РФ. Что будет с Кадыровым без Путина? Я боюсь, что будет печаль. Вторая и не менее горячая сепаратистская точка на карте РФ – республика Татарстан. Мы татары, завоеванный Россией народ. Мы требуем деколонизации. Мы в оккупации, нас завоевали. Пусть на обратном пути Казань возьмут, ну, чтобы два раза не ездить. Как же это так, батюшка? Ведь Казань-то наша. Мы ее давным-давно взяли. Раз уж взяли, так уж и быть. Не обратно же им отдавать. Татары на этом эпизоде из советской классики не смеются. Они считают завоевание Иваном Грозным Казани национальным трауром. Самое трагическое событие в истории нашей нации – потеря самостоятельности и свободы в 1552 году. Свою самостоятельность Татарстан отвоевывал постоянно и различными способами. Во времена Совка татары добивались статуса союзной республики, но так его и не получили. Мало того, была попытка даже получить независимость. Согласно Конституции СССР, республики имели право свободного выхода из состава СССР при условии общей границы с независимыми государствами. Татары начали переговоры с Башкирией. Типа объединить поморские народы – чуваши, башкир, мортамарийцев, сделать коридор через Оренбург и присоединиться с азиатским народом. Оренбург на тот момент был столицей Казахской ССР. Поэтому в случае объединения Татарстан мог получить столь долгожданную свободу. Что сделал Кремль? Они извлекают Оренбургскую губернию из состава Казахстана и отдают ее России. Вновь образованный Оренбургский коридор разделил две тюркские республики. Столица Казахстана была перенесена в Казделарду. Оренбург, Челябинск, Омск, Томск – это все исконно казахские города. Уже после развала СССР Татарстан провел референдум о суверенитете республики. В голосовании приняло участие 82% населения, за проголосовало 61%. Еще раз повторим – референдум. Такое любимое слово для Кремля в отношении Крыма. Референдума. Референдум. Референдума. Референдума. Вот только в отличие от крымского, так называемого референдума, Татарский оказался, по мнению Кремля, незаконным. А как же волеизъявления народа? А как же татары сделали свой выбор? Крым присоединился к России в результате волеизъявления. Это были условия для свободного волеизъявления крымчан. Но политика двойных стандартов – государство, образующее в РФ. Со временем татары, чтобы избежать участия Чечни, пошли на уступки и получили расширенную автономию. После смены власти в РФ поначалу в Кремле пели оды Татарстану. Казань сыграла поистине неповторимую историческую роль в формировании единой российской нации. Праздник-то народного единства посвящен освобождению Москвы ополченцами, а во главе ополченцов стоял татарин. Но, как это свойственно властям в РФ, риторика развернулась на 180 градусов. Сначала Путин отказался продлевать договор об автономии. Ответ татар был мгновенным. И если не будет подписан договор, то найдется другой способ оставить за собой исключительные права и дистанцироваться от России. Если Путин не станет продлевать договор, в республике придется проводить всенародный референдум для изменения Конституции. Такое фриволие и революционный настрой было воспринято Кремлем крайне негативно. По поводу президента Татарстана. Вы знаете, у нас ведь, как в стране говорят, хоть горшком назовите, главное, чтобы в печку не ставили. Следом за непродлением договора Кремль отменил обязательное изучение татарского языка в школах республики. Пишите отказы от изучения татарского языка. Призывы такого содержания массово приходят родителям школьников в мессенджерах и социальных сетях. Это вызвало шок в кругу татарского населения. Родной язык нужно обязательно сохранять. У меня просто душа плачет. Мы остались без языка. Девочки, я говорить не могу. Кроме того, свое варварство Россия проявляет даже на детях. По школам Казани ходят следователи и, внимание, проверяют, заставляют ли детей учить татарский язык. Пришли прокуроры, представляете, вот такие вот мужчины в погонах, в школу, начали допрашивать пятиклассников в отсутствие родителей. У него нацелевый учебник татарского, а зачем тебе нужен татар? Да ребенок просто боится ему ответить. Такие действия Кремля породили новую волну сепаратистских настроений в Татарстане. Попытка лишить татар родного языка сплотила население республики. Татарский язык дал нам Всевышний, и на этой земле мы имеем полное право. Борьба за национальный язык стала так называемым этническим мейнстримом. Везде татарские надписи, там написано даже дистанция в 15 шпичмаков. То есть такого не было раньше. Перестал быть языком только театра, телевидения, может быть, каких-то кухонных разговоров. Поэтому он начал появляться в науке снова, он начал появляться в музыке современной. То есть поэтому есть такая интенция разговаривать на родном языке. Помимо ущемления родного языка, была дана команда шутам и халуям унижать татар как народ. Живи, Казань, расцветай! Стройте мечети до небес, так сказать. Средневековье, мрак, мракобесие. Средневековье, мракобесие, чистой воды шовинизм и религиозная нетерпимость. Помимо уничижительного статуса, Жириновский трубит и о неполноценности республики. Вот все деньги, которые получила татария за 25 лет, и все налоги, которые она недоплатила в федеральный бюджет, давайте дадим Самару, Саратов, давайте всем русским регионам дадим столько же, сколько получила Казань. Сколько получила Казань? Владимир Вольфович, видимо, не в курсе, что Татарстан входит в пятерку регионов-доноров России. Татарстан перечислил бюджет России порядка 800 миллиардов рублей. Это 75% от всех собранных в республике налогов. В общем, Татарстан в одиночку мог бы прокормить треть регионов России. Включая те же Чечню с Дагестаном. Куда деньги, вы говорите, от Аллаха. А ты докажи, что ты Аллах. Не стоит забывать и об отношении к татарам кремлевских пропагандистов. Соловьев, например, своим лексиконом никого не удивил. Но вот выстроенная им связь татар с террористической организацией – перебор даже для него. Некто Хасан из Татарстана. Уже если кто крутит, то с ежёб. Так и ты, лакей, путиной. Ты, мразь, проверять таких, как ты надо. А потом они в ИГИЛ всплывают. Запретами, оскорблениями, унижениями, ложью и провокациями Кремль пытается задушить всякие попытки татар к самоопределению. Ну, Татарстан до последнего была занозой такой. Постоянно к нам претензию, чтобы мы не говорили – сепаратист. Вот так страна, которая поддерживает сепаратизм в Грузии, Украине и Молдове, жестоко пресекает его у себя в России. Очередной пример – политики двойных стандартов. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Татарстан должен знать своё место и не требует того, что не положено. Мы рассказали лишь о двух самых горячих точках сепаратизма на карте России. Чечня, где идея свободы временно забита деньгами и кадыровщиной. И Татарстан, республика, у которой пытаются забрать её истоки, национальный дух, язык и историю. Если ты татарин или чуашин или кто, значит, ты должен сохранить свой язык. Это язык твоей матери. Язык матери надо знать. Путём русификации Кремль хочет поглотить вольных татар. Подобное Путин пытался провернуть и с Украиной. Тогда акцент был сделан также на славянизацию. Пытаются политики, идеологи избрать путь этой славянизации, объединения на славянской основе. Из этого тоже ничего не выйдет, поскольку главный составляющий компонент славянизации украинцы никогда не смирятся с русификацией и с русизмом. Русские никак не поймут, что насильно мил не будешь. Ведь вместо стремления к познанию и изучению, они умеют только разрушать и уничтожать. А ведь можно же вот так. Но нет, русским всегда нужно указать на свою так называемую богоизбранность и первостепенность русских над всеми остальными, забывая при этом, что... Приборусский — это как бы огромный, там, генетический казан. В следующих выпусках гражданской обороны мы покажем другие очаги сепаратизма в России. Как, например, Якутия, которая даже провозглашала суверенитет. Если страна, конечно, распадется, то это готовая фактически республика. Или уже уставшая от высасывания своих соков Сибирь. По сути, Москва из нас всё выкачивает. Мы как колония. По сути, быть колонией никто не хочет. А ещё Кубанская народная республика и исконно прусский Калининград-Кёнингсберг. Мы покажем, какой станет Россия, если не изменит свою варварскую политику по отношению к другим народам и регионам. И вообще, будет ли Россия как таковая в недалёком будущем? Субтитры создавал DimaTorzok